Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости дня. В Камраде был дан старт важному проекту 25-летию независимости Республики Молдова. Полицейские научили детей защищаться. Принять или нет объекты недвижимости? Практикуется ли сбор денег в учебных заведениях? Поддержка сельского хозяйства и развитие сельской местности. Под таким названием в Камраде стартовал новый проект. Проект финансируется Европейским Союзом. Выделенная для этого сумма составляет 6,5 миллионов евро. Реализация проекта будет осуществлена в Тараклийском районе и ВТО Гагаузия. Подробности по данной теме смотрите в нашем сюжете. В Камраде стартовал новый проект «Поддержка сельского хозяйства и развития сельской местности», финансируемый Европейским Союзом на сумму 6,5 миллионов евро при внедрении программой ООН по развитию и будет реализован в Тараклийском районе и ВТО Гагаузия. В торжестве по открытию проекта приняли участие премьер-министр Республики Молдова Павел Филипп, посол Евросоюза в Молдове Пирко Тапиола, координатор-резидент ООН Дофина Герчева и руководство автономии. В своем приветственном выступлении Башкан Гагаузии выразила слова благодарности Евросоюзу за оказанную поддержку и заверила, что со стороны исполкома проект получит всемирную поддержку. И Гагаузия, и Тараклийский район являются сельскохозяйственными регионами и мы всегда знали о том, насколько мало инвестировалось в эту отрасль и те акценты, которые расставляет сегодняшний проект, позволяют нам предположить, по крайней мере на этом этапе, дай бог, чтобы мы были уже уверены в дальнейшем, запустить все механизмы, поддержать нашего сельского жителя, в этой части поддержать молодежь в сельской местности, у которой будет прекрасная возможность подготовить ряд проектов для открытия своего среднего и малого бизнеса в сельской местности. Задача и правительства страны, и задача региональных властей Тараклийского района заключается в создании хороших условий для простого сельского жителя. Посол Евросоюза в Молдове Пирко Тапиола отметил, что он надеется на то, что проект принесет пользу населению, проживающему в сельской местности, что Гагаузская автономия станет более тесно сотрудничать с Тараклийским районом, создавая общие проекты, а жители этих населённых пунктов не будут покидать свои дома в поисках работы. Здесь я тоже, как сказать, очень доверяю на сотрудничество между Гагаузской автономией и Тараклийским районом, что один проект может быть какой-то проект, не обязательно разный проект для Гагаузии, разный для Тараклии, можно и сотрудничать. Самое ценное, что есть в Республике Молдова – это земля и люди, отметил премьер-министр Павел Филипп. Поэтому этот проект для нас очень важен, и, возможно, он будет стимулировать сельскую молодёжь на открытии рабочих мест. Земля и люди являются, конечно, самым ценным, что есть в Республике Молдова, и мы все об этом знаем. Поэтому им нужно заботиться, в первую очередь принимая во внимание вот эти наши ценности. И вот почему проект, который мы открываем сегодня, представляется нам чрезвычайно важным. Он даёт возможность задействовать человеческий потенциал, который имеет наша страна, в тём его образования и вовлечения в развитие сообщества, и в то же время стимулировать развитие на местном уровне посредством предоставления поддержки тем, кто хочет открыть своё дело в сельском хозяйстве, а также продвижение проектов по развитию местной инфраструктуры. Какие проблемы существуют в сельской местности, лучше знают руководители этих населённых пунктов. Поэтому только они будут решать, какие им нужны проекты, отметил Анатолий Терзи, руководитель данного проекта. Что нужно сделать в каждом конкретном селе, в каждом конкретной примарии, это не мы решаем. Это решает каждое село, каждая примария, когда соберёт всё село на общем собрании, на общем сходе. Они вырабатывают определённые стратегии развития, вырабатывают приоритеты, что нужно сделать в первую очередь, создают правильный проект, выходит к нам с этим проектом, и на конкурсной основе это всё дело проходит. Свои заявления желающие участвовать в данном проекте смогут подавать даже в Камрате, но только тогда, когда откроется офис в нашем городе. А пока такой человек подыскивается, как сообщил руководитель проекта Анатолий Терзи, обращаться с вопросами можно в центральный Кишинёвский офис. Со дня провозглашения о независимости Республики Молдова прошло 25 лет. В городе Дроки в честь такого события был организован ряд мероприятий, в рамках одного из которых состоялась научная конференция. Её участниками стали школьники из учебных учреждений района. А ученики лицея имени Бокна Петричей Кухождео в честь праздника организовали флэш-моб в центре города. Подробнее празднование – наш следующий сюжет. 25 лет исполнилось со дня провозглашения о независимости Республики Молдова. По такому случаю в городе Дроки был организован ряд мероприятий. В рамках одного из них состоялась научная конференция с участием школьников из учебных учреждений района. В этой конференции приняли участие ученики всех доуниверситетских учреждений. Они очень активно включились в дебаты на тему успехов и неудач, постигших Республику Молдова за 25 лет независимости. В честь праздника в центре города ученики лицея имени Бокна Петричей Кухождео организовали флэш-моб. «Было весело. Мы работали в команде и подготовили этот флэш-моб». В мероприятии принял участие и депутат Первого парламента Республики Молдова Валерий Герман. По его мнению, именно будущему поколению предстоит приложить усилия для того, чтобы наша страна процветала и стала по-настоящему независимой и демократичной. Подрастающее поколение на себе чувствует эту независимость. Возможно, они не совсем довольны, но уже прилагают усилия для того, чтобы в перспективе поднять в стране уровень жизни, культуры и образования. В городе Дроки мероприятия, посвященные 25-й годовщине независимости нашего государства, будут проводиться в течение нескольких дней. Декларация о независимости Республики Молдова была принята в августе 1991 года. Ее подписали 278 депутатов Первого парламента страны. 14 мая в Кишиневе отметили День Европы, а в парке имени Штефана Великого был установлен европейский городок. Акции по случаю Дня Европы были организованы и в Бельсах. На площади Василия Александрия была организована выставка карикатур о различиях между Европейским Союзом и Республикой Молдова. Волонтеры Центра про Европы из Бельс провели флешмоб и раздали в центре города информационные материалы о Европейском Союзе. В Камраде обсудили историю и перспективы Гагаузской Конституции, которой 14 мая исполнилось 18 лет. В ходе дискуссии вносились предложения о необходимости скорейшего создания в Гагаузии внутренней правовой системы законодательных актов. Для этого должны быть подготовлены местные законы о науке и научной деятельности, об языках в сфере образования, о культуре, охране здоровья, матери и ребенка, экологии, местной бюджетной и налоговой деятельности. На песенном конкурсе Евровидения 2016 первое место заняла певица Джамала из Украины, на втором месте представительница Австралии Дами Им, третье место занял представитель России Сергей Лазарев, который также набрал наибольшее число зрительских голосов. Исполнительный комитет Гагаузской автономии будет выплачивать 100 студентам Камрадского госуниверситета дополнительные стипендии. Об этом на брифинге в Кишиневе сообщила Башкан Ирина Влах. По словам Башкана, Гагаузия столкнулась с проблемой утечки мозгов. Абитуриенты делают выбор в пользу иностранных вузов. На новом месте молодежь обустраивается и домой не возвращается. Такая проблема требует срочных и эффективных решений. Детский конкурс красоты был организован под патронажем бюро Мисс Молдова. В разных возрастных категориях конкурса приняли участие 35 участниц со всей страны. Маленькие участницы отвечали на вопросы и выходили на сцену в деловых, спортивных и вечерних нарядах. В категории от 6 до 8 лет первое место заняла уроженка Гагаузии Милена Левченко. А ее родная сестра 9-летняя Анастасия Левченко стала мини-мист ТВ Чинима. Гагаузская команда «Южный темперамент» стала победителем фестиваля региональной лиги КВН, который прошел в пятницу 13 мая в Камрате. Она примет участие во втором четвертьфинале высшей лиги КВН Молдовы. Новый лагерь отдыха со спортивным уклоном появится на территории Гагаузии. Согласно принятого депутатами Народного собрания закона об образовании Гагаузии, спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпийц» переходит на баланс управления молодежи и спорта. Вместе с тем рассматривается возможность проектирования и строительства нового лагеря спортивного направления. Летняя каникулы – веселая пора для детей и беспокойная для родителей, ведь летом дети не ходят в школу и не находятся под присмотром. Как обезопасить ребят и научить их быть осторожными? Над таким вопросом задумались и сотрудники инспектората полиции «Гладень». Они посетили гимназию села Яблуана, где дали советы ученикам, как проводить свое время безопасно, чего делать не стоит и куда следует обращаться за помощью в случае неприятности. Подробности данной темы в нашем следующем сюжете. Летние каникулы уже не за горами, поэтому сотрудники инспектората полиции «Гладень» посетили гимназию села Яблуана. Они дали детям советы по поводу того, как безопасно проводить свободное время. Если ты или твои друзья в опасности, немедленно сообщи об этом в полицию по номеру 902. Большинство из вас знают и номер моего личного мобильного телефона. В случае, если вы находитесь в другом районе нашей страны, контактный телефон 902. Дети должны ознакомиться с правилами поведения перед каникулами. Важно, чтобы они знали о том, что нельзя входить в контакт с незнакомыми людьми или оставлять кому-либо свои данные. Также, если дети уезжают на каникулы без родителей, они должны обязательно им сообщить, где будут находиться. Инспекторат полиции «Гладень» рекомендует родителям все время наблюдать за своими чадами, не оставлять маленьких детей и одних дома, а также обратить внимание на людей, с которыми их дети общаются в интернете. Школьники внимательно слушали полицейских. По их словам, полученные знания им пригодятся во время летних каникул. «Для меня безопасные каникулы – это каникулы рядом с родителями. Что интересного для себя ты сегодня узнал? Я узнал, что нельзя передавать пароли от страничек в социальных сетях никому, кроме родителей. На что нужно обращать внимание на каникулах? На то, как переходить дорогу, не играть с огнём и заботиться о себе. Сегодня я узнала, как нужно защищать себя в период каникул. Куда нужно сообщать, в случае, если я буду находиться в опасности». Урок безопасности был проведён в канун летних каникул. В мероприятии приняли участие ученики пятых-восьмых классов гимназии села Яблуана. Постановление правительства Республики Молдова от 2014 года предусмотрено передачей из публичной собственности государства в собственность города Басарабяска девяти объектов недвижимости. Данное постановление вызвало массу вопросов у советников городского совета Басарабяска. Подробнее об этом далее. Передача девяти объектов недвижимости, находящихся в ведении Тераклийского пенитенциарного учреждения номер один, в публичную собственность города Басарабяска – казалось бы, простой вопрос, по которому советникам всего лишь нужно принять решение, если бы не одно «но». Сегодня вы вправе совет решить. Берем мы этот жилой фонд для того, чтобы люди могли приватизировать квартиры. Либо не берем. Если мы не берем жилой фонд, то люди подают на нас суд, и мы обязаны будем тем людям, кто не смог приватизировать квартиры, выкупить квартиры приватизированные и плюс заплатить на это коммунное моральное участие. Либо там проблема в двух домах, в которых нет ни крыши, ни окон, ни дверей. В трех домах. Значит, по этому вопросу создавалась не раз комиссия, собирались советники, конкретно мы не пришли, могли бы отписаться правительству, ждать от них ответа, принимать это решение. Сегодня у нас нет денег, если квартир приватизированы, должны приватизироваться. Мы будем иметь, если мы не берем на баланс, с ними проблемы, либо две, которые находятся там. Все акт передачи нет. Я предлагаю следующее. Мы принимаем решение, прилить на баланс только те объекты, которые считаем, что они хорошие. Те, которые не хорошие, значит, мы их не принимаем. Если будет судебная инстанция, пусть судятся специально, потому что мы приняли то, что возможно принять. В зале присутствовала и одна из владелец квартиры в передаваемых объектах недвижимости. Давайте голосуйте, пожалуйста, а потом купите мне компет. Потому что если принимается только в этот дом, что свободно, то с БТИ стоят. Нам приватизировать, потому что с БТИ говорят, что как по постановлению правительства, приняты все дома, так она и будет нам это дать ответ на приватизацию. Согласно закону, Совет когда принимает решение, 14 статья, пункт 4, он тоже обязан указывать источник финансового покрытия. Он расходит уже, как сумма, известно, а источник мы не указываем. И у нас денег нет. Как вы нам предлагаете принять это все и из каких средств оплачивать потом весь этот... Жень, есть постановление с 2014 года. Неужели не смогли бы до сих пор принимать... Постановление пусть и дает деньги. Те два молодых, которые подписали, пусть и деньги дают. Мы бы было решить на Совете, понимаете. А как эти девяти квартиры гипотизировали вы, потому что вы были на балансе департамента. Так пусть так же идите и снова на балансе департамента. Если вы сами виноваты, что вы были виноваты, что вы были виноваты. Не надо сказать, что я сейчас... 20 лет решения не сидели. Бурные дискуссии по данному вопросу затянулись более чем на час. Советники никак не могли прийти к единому мнению. Даже голосование по нему проходило дважды. Для принятия решения требовалось большинство голосов избранных советников. Однако ни один из предложенных проектов решений его не получил. Поэтому вопрос о передаче недвижимости в собственность премарии города Басарабянска остался нерешенным. Сбор денег в учебных заведениях. Коррупция или помощь родителей? Для того, чтобы узнать, продолжается ли сбор денег и сегодня в городских учебных заведениях, наша съемочная группа посетила два лицея города Камрад. Что рассказывают работники школ по учебно-воспитательной работе по поводу данного сбора, смотрите в нашем сюжете. Не секрет, что в недалеком прошлом в учебных заведениях практиковался сбор ученических денег на те или иные нужные школы. На общих родительских собраниях стыдно было родителям говорить, что денег нет. И поэтому, чтобы помочь школе, где их чадо учится, родители не скупились. Сбор денег в учебных заведениях. Коррупция или помощь родителей? Наша съемочная группа попыталась разобраться в этом вопросе, побывав в двух лицеях города Камрад. Дабы узнать, продолжается ли сбор денег и сегодня в городских учебных заведениях. Давным-давно, может быть, этот вопрос был более выражен о том, чтобы собирали деньги на какие-то ремонты, на какие-то, может быть, подарки, может быть, цветы даже учителям. А на сегодняшний день, это мы давно отошли от этого. У нас в школе этот вопрос на втором плане, даже можно сказать, что не существует. Да, но в лицея работает родительская ассоциация, где дети сдают какие-то взносы, не дети, а родители. Но этими деньгами владеет только, и распоряжается только родительский комитет. Но, конечно, совместно с администрацией решаются проблемы лицея. Ученический сбор денег в учебных заведениях все-таки продолжается, только более цивилизованно, чем в 2000-е годы. Сегодня созданы объединения, так называемые родительские ассоциации. И сбор денег производится только через банк на специальный счет. И распоряжаться ими может только родительский комитет, созданный при школах специально для этого. Конечно же, при участии администрации школ. Собрав общее собрание родителей, было предложено, чтобы в нашем лицее создалось общественное объединение родителей, которые будут заинтересованы в улучшении материально-технической базы, а также учебно-воспитательного процесса. В 2009 году официально было зарегистрировано наше объединение, зарегистрировано оно в управлении юстиции, подтверждено в министерстве юстиции. И с 2009 года все родители, либо их опекуны являются представителями нашего объединения. В объединении есть председатели, есть бухгалтеры, есть ревизионная комиссия, которая прослеживает средства, которые поступают на счет объединения. Учителя к этому не имеют никакого отношения. В мае месяце мы собираем общее собрание и выходим с предложением к родителям, чтобы они нам помогли в осуществлении некоторых мероприятий, которые мы считаем более важные и насущные на сегодняшний день. Они либо дают добро, либо не дают добро. Вся бухгалтерия, объединение проходит через банки. Наличных денег у нас нет. И в октябре месяце мы отчитываемся перед родителями, готовим им презентацию и показываем, куда эти деньги пошли, чтобы каждый родитель знал, куда, сколько уходит. Родительские объединения, созданные при учебных заведениях, работают вполне законно, так как они зарегистрированы в министерстве юстиции, отмечает заместитель директора по воспитательной части. И эти деньги идут только на благо проведения классных мероприятий. Но иногда их можно использовать, например, для решения проблем учебных заведений. Необходимость в том, что все-таки на сегодняшний день проблем очень много, и нам не хватает денег, только бюджетных денег. И родители сами вышли с таким предложением, чтобы для детей создать более приятные, хорошие условия. И поэтому возникла такая необходимость создать эту родительскую ассоциацию, и чтобы мы, администрация и классные руководители, работали вместе с родительской ассоциацией. На сегодняшний день из-за родительской ассоциации родители нам помогли оборудовать и хорошо создать условия в столовой для детей, насчет питания, потому что у нас пищевой блок не был на уровне. И очень большая радость для детей, для родителей, для учителей. Мы открыли внутренний туалет. У нашей организации есть устав, ассоциации родителей, где четко прописаны цели, задачи и все уставные цели. И точно так же там расписано членство и взносы. За первого ребенка взносы 200 лей, за второго ребенка 150 лей в год, в год. И за третий ребенок бесплатно. Эти деньги не идут ни в коем случае за оплату педагогам, заработной платы, кто бы ни занимался бухгалтериями, представителями. Все идет непосредственно на укрепление материально-технической базы. С 2013 года все учебные заведения Молдовы перешли на новую форму финансирования, согласно которому бюджет образовательного учреждения формирует из количественного состава учащихся. Трехгодичная практика применения новой формы финансирования показывает, что данная схема позволяет покрывать текущие расходы на функционирование учебного заведения и на развитие его учебно-материальной базы. Поэтому многие учебные заведения Молдовы от ученических сборов денег отказываются. В Гагаузии эта практика пока еще существует. Это были все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин